всем привет друзья звоню опять витальки просто чё вспомнил приближаюсь к этому мосту прекрасному на самом а вы слышали моё место в очереди по номер под номером 20 опять просто еду по прекрасному мосту он конечно решает вопрос неплохо решает можно быстро попасть на правый берег с левого без него было совсем грустно та яма посередине блин какая баха красивый цвет какой короче яма в которую попали девушки я думаю еще не один десяток а может и сотня автомобилей в нее попала может не все пострадали 20 в очереди не знаю когда дозвонюсь ну может успею дозвониться включу вам запишу разговор этот красивый день сегодня первый раз минус 10 киеве в этом этой зимой и осенью ясный день вчера погода была совсем позавчера совсем другая сегодня красиво девушка говорит на 5 человек я продвинулся в очереди мороз вроде не глобально сильный но ведь аж асфальт такой цвет у него промерзла эстакада с двух сторон шарашит на полную с переводом часов в 4 у нас темнеет уже сегодня ясный день сейчас еще минут 20 будет темно а так бы уже если бы дождь то уже было бы темно добрый день галина добрый день галина обращался многократно я что-то виталий владимирович меня не слышит да видно вы передаете хоть ему мои сообщения или так без безуспешно вам звоню все время обращение мы передаем непосредственно исполнителю не передаем каждый елки-палки это ж на его родину дорога ведет и там такая яма на мосту вы знаете где его родина или нет дарница виталия владимирович родина да давайте не повторно там какой-то уже 47 раз повторно наверно скажите ваш адрес адрес киев украина-киев адрес мы елки ну давайте сормов ну конечно конечно это хороший номер очень его все знают каркунов руслан анатольевич а я ж вам не говорил да вы на память уже знаете да мою проблему ну не мою елки-палки как как приятно как приятно вы представляете еду сегодня шоу нас субботу поздно вечером но не очень поздно но вечером еду и стоят люди почти в отбойник врезались но я остановился помог им поменял колесо попали они в эту яму по пробили колесо и чуть не врезались в отбойник хорошо повезло что скорость была небольшая машин не было в левой полосе это в средней полосе это яма до ближе к левому берегу почти на левом она даже уже можно сказать берегу и люди хорошо люди не пострадали они стояли в таком опасном месте но удалось спасти людей в общем только на вас на галина только на вас надежда передайте виталию владимирович это же дорога на его родину ведет елки-палки ну так так нельзя аж как если так все к родине будут относиться представляете что что тогда будет как-то там есть у вас пометка молния там или красным выделить или срочно или аварийно опасная обстановка не что-то такое только у меня только на вас надежда хотел хотел спросить да там кстати начали делать в начале моста ну не знаю пропустят по выж понимаете там как-то мост наверно поделен на две части и это что часть к левому берегу ближе наверно так левому относится потому что со стороны правого я видел вчера в субботу что начали начали что-то делать а кто-то мне еще куда отписку давали что мост вообще принадлежит к железной дороге то есть они ни при чем за шинами шума с железной дороги в общем какой-то глупость не этом отвечали я не знаю но как-то надо это под контроль взять потому что но могут люди пострадать это очень опасно но я не шучу действительно там скоростная достаточно дорога широкая большая ровная и такая глубокая яма в средней полосе неожиданно люди просто ну кто каждый день ездит те про нее знают и как-то обижают ну а кто не знает вот попадают в неприятные ситуации потому что даже выборы не помогли я думал ну выборы думаю все виталий владимирович точно починит эту дорогу ну знаете когда выборы у нас как сразу лавочки красят асфальт кладут ну и так далее если выборы прошли не это да вообще у меня уже надежду я просто теряю полностью практически ну еще есть маленькая такая где-то три процента три с половиной в общем я на я на вас надеюсь спасибо большое до свидания все надежда на галину только я пошел работать вот опять мы на мосту опять сторону левому берега то что я говорил здесь чинили асфальт сейчас мы посмотрим может и яму нашу любимую заделали вот латка вижу есть латка есть он еще тут я вижу прямо такой наплыв асфальта я мы были такое вот еще латочка но у нас же говорю мост может быть поделен на две части за одну часть 1 берег отличает вот еще латка вот еще как похабно сделано но лучше чем я мы по колено лучше так чем чем не чем не как так ну и смотрим нашу любимую яму неужели сделали вроде никто не ныряет в сторону никто не ныряет или мы не доехали или нет он что-то объезжают люди до объезжают не ничего не сделали ничего не сделали все как я и предполагал вы видите какая жесть вот как так можно но вот они правую полосу делали то есть она наверное уже на съезде с моста считается или на стыке и она наверное относится ну это она яма это точно клевому берегу относится это сто процентов и ребята видно были справа вы тут рвите колеса бейте диски врезаетесь в отбойник у нас это не колышет но все как обычно да печально ну ничего объезжайте эту яму она в средней полосе при съезде с дарницкого моста с правого берега на левый всем пока еще раз